Итак, я нашел живое семя, и оно верно и крепко. И такого не может быть, чтобы оно не работало. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Слово Божие говорит, мы имеем вернейшее слово. Это совершенный закон свободы. Прибудьте в нем. Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Так что, дьявол, не спорь со мной по этому поводу. Я не собираюсь это слушать во имя Иисуса. Господь, что касается меня, то это уже решено. Я в тот момент переступил эту черту. Слава Богу. Восемь часов. Сорок четыре минуты. Двадцать шестого сентября. Я верю, что получаю от Иисуса свое исцеление. Это точка решения и точка, после которой нет возврата назад. Но это не тот момент, когда Иисус меня исцелил. Иисус исцелил меня две тысячи лет назад на кресте. Это тот момент, когда я принял свое исцеление. А что, если Бог не хочет, чтобы вы исцелялись? Тогда Ему не нужно было писать эту книгу. И так по вере, чтобы было по милости, или по благодати, дабы обетование было непреложено для всего семени. Это включает и меня. Большое спасибо. Поэтому я сказал, хорошо, Господь. Я переступил эту черту. Что касается меня, эта часть исцеления уже сделана. Я просто хочу поблагодарить тебя. Слава Богу. Так хорошо быть здоровым. Что я только что сделал. Я назвал несуществующее, как существующее. Но также сделал кое-что еще. Я хочу, чтобы вы это увидели. Это был первый шаг к моему размышлению. Итак, раз уж я исцелен, тогда как это меняет мою жизнь? Нет, подождите минуточку, брат Копланд. Я не думаю, что вы уже исцелены. Да нет же, я исцелен. Просто моя сила пока еще об этом не знает. Оно пока еще не изменилось, но я исцелен. Вы понимаете? До вас потихоньку доходит. Да? И вера является осуществлением этого исцеления, которое пока находится в сфере невидимого. Только лишь то, что я не могу его видеть, еще не означает, что его там нет, потому что на небесах оно уже есть в меня. Небеса уже это утвердили. Они давным-давно уже это утвердили. Все, что мне нужно сделать, это прийти в соответствии с тем, что уже является моим, и позволить ему проявиться изнутри наружу. Поэтому я буду размышлять об этом. Как это меняет мою жизнь? Раз в 8 часов 44 минуты, 26 сентября, я принял свое исцеление. О, слава Богу, разве не здорово быть исцеленным? И вот я сижу и думаю, «О, хвала Господу! Аллилуйя! Больше не будет никаких прежних хождений по больницам». И вот вы уже сидите и размышляете об этом. Вы просто думаете обо всех этих словах из Писания. Затем берете свою Библию, снова перечитываете эти места Писания и кладете ее обратно. И вы видите себя прыгающим и бегающим. Вы прыгающим утром из постели и горящим желанием идти и свидетельствовать о славе Божьей. Горящим желанием свидетельствовать о своем исцелении. Вы просто видите себя свидетельствующим всей церкви. Видите себя возлагающим руки на других людей и наблюдающим за тем, как они выздоравливают. И первое, что вам захочется сделать, это начать учить кого-то другого тому, как нужно это делать. Я хочу научить тебя тому, как. Вы послушали эту кассету 16 раз, и вот вы уже видите себя делающим это. Когда вы начинаете внутри себя видеть себя делающим это, то для вашего внутреннего человека не существует разницы между размышлением и действием. Размышлением и действием. На этом факте и основывается вся порнография. Потому что вы можете вступить в сексуальное отношение с тем, чья фотография напечатана в журнале. Для вашего физического естества это не имеет никакой разницы. Оно будет реагировать на все это возбуждение точно так же, как оно бы реагировало, если бы это был не журнал, а живой человек, делая все то, о чем вы мечтаете. Но ведь это же было всего лишь мое воображение. А откуда, по-вашему, вы получили свое воображение? Не вы его изобрели. Оно есть у каждого, и его автором является Бог. Это одна из составляющих Божьей части вас, наделяющая вас способностью думать в будущем и развивать, творить и утверждать что-то, чего вы сейчас не можете видеть. И вы делаете это с помощью слов, подобно Богу, который разработал все это еще до основания мира. С помощью чего? С помощью своего божественного воображения. Слава Богу! Аллилуйя! И затем он сказал, «Да будет свет!» Вы можете делать то же самое. Не в таких масштабах, конечно. Но в своем мире вы можете это делать. И не только можете, но и должны. Этот мысленный образ в вас, зажженный Словом Божьим, становится надеждой внутренним образом, планом, с которым работает вера. Картиной, божественным образом, осуществлением которого является вера. И вы соединяете веру с надеждой, и ваше тело очень скоро об этом узнает. И это начнет его изменять. Это начнет изменять ваше тело еще до того, как вы это заметите. Это начнет изменять его клетку за клеткой. То есть ваши клетки и так регулярно обновляются. Но вдруг внутри вас освобождается вера, и из вашего сердца текут силы жизни. А из вашего духа вдруг начинает исходить кое-что более сильное. И внутри вас появляются исцеляющие клетки. И все это работает и движется. Работает и движется. Диао пытается это остановить. Но тут вмешивается Дух Святой и Иисус. Возможно, вы не будете видеть это своими физическими глазами, но Он просто обнимет вас и скажет, «Послушай, дружище, давай-ка мы это немножко ускорим». Аллилуйя! И вы просто вскакиваете с постели. Слава Богу! А иногда Он может просто взяться за вас после того, как вы провели какое-то время в Слове Божьем, и сказать, «Давай, сделай шаг. Давай. Вставай с постели. Давай. Вам не нужно швырять все в разные стороны, пытаясь заставить Бога что-то сделать». Нет. Это совершенно ни к чему. Но когда вы начинаете слышать, как Он говорит, «Исцеленные люди не лежат в постели в 11 часов утра». И вы думаете, «Да». Внешне вы пока не заметили особых серьезных изменений, но внутри что-то стало лучше. И вы сидите и говорите, «Да, да, да». Аллилуйя. Ты действительно веришь, что это именно я сказал, что ранами моими ты истелился? Да, Аллилуйя. Что происходит? Слово Божие говорит вам внутри вас. Понимаете? Само Слово Божие обращается к вашему духу и начинает переносить плод. Вот что здесь происходит. И Бог начинает вас подгонять. Потому что каждый раз, когда вы приводите свое тело в действие, отвечая Богу и отвечая вере, а вера без дел мертва, но когда к этому подключаются дела, и вы говорите, «Давай же тело, вылезай из постели, ты будешь ходить независимо от того, есть у тебя ноги или нет». И когда к той работе, которая идет внутри вас, подключаются какие-то действия снаружи, то это наполнит и изольется на все ваше тело. Именно это и произошло с Канетом Хейгеном много-много-много лет назад, на основании Евангелия от Марка 11, 23, 24. Казалось, что это произошло мгновенно, но он пребывал в этом месте Писания многие-многие недели до этого, работая с ним. А Бог работал с ним. Он размышлял над ним. Размышлял. Он лежал в своей постели. Он ничего больше не делал. Он пребывал все в том же месте Писания. Но в то утро Дух Святой сказал внутри него, «Итак, теперь ты веришь, что исцелился?» Он ответил, «Конечно верю». «Конечно верю». Бог сказал, «Исцеленные люди уже встают с постели в это время дня». Он ответил, «Хорошо». И он перевернулся, совершенно не чувствуя своих ног, полностью парализованный ниже пояса. Просто столкнул свое тощее 40-килограммовое тело с той постели. Попытался встать на свои тонкие журавлиные ноги, которые были не в силах кого-либо удержать. Покачнулся на них и рухнул лицом вниз прямо на пол. Ухватился за спинку кровати, поднялся, держась за ней, и сказал, «Я заявляю всему небу, что я верю, что принимаю свое исцеление». И пошел. И он сказал, что к его ногам снова начала возвращаться чувствительность. И хотя у него было такое ощущение, как будто кто-то колол его ноги острыми кусочками льда, отчего он испытывал ужасную боль, но это была лучшая боль, которую он когда-либо испытывал в своей жизни. Он был 16 месяцев прикован к постели, парализованный. И тут он пошел. Говорили, что он не доживет до 16 лет. А сейчас ему уже около 85. И он все так же проповедует Евангелие по всему миру. Это верное семя соединилось вместе с этим верным якорем души. И скажу вам, кому-то здесь придется сдаться. И каждый раз это будет делать дьявол. Но вы не можете торопить этот процесс. Да, сила Божья движется и помогает этому прогрессировать. Но вы не можете торопить этот процесс и пытаться просто вскочить с постели, думая, «Да, знаете, Бог меня просто исцелит». Нет, нет. Не делайте так. Начните со Слова Божьего и пребывайте в Слове Божьем. Размышляйте над Ним день и ночь. И Бог сказал Исусу Навину, «Вкладывай его в твои уста». Глория рассказала мне то, о чем вчера или позавчера говорил на своей передаче «Крефтл Доллар». Он сказал, что исповедание является частью вашего размышления. Слово, переведенное у нас как «поучаться» или «размышлять», на еврейском языке означает «бормотать». Вам придется научиться говорить самим себе. Один парень мне однажды сказал, «О да, я постоянно разговариваю сам с собой. Ведь иногда нужно поговорить с кем-то, у кого есть хоть немного ума». Аминь. Говорите самим себе. Эй, я. Ты исцелился. Говорю тебе, ты исцелился. Бог сказал, что ты исцелился. Мы верим, что ты исцелился. Ваше «Я» отвечает. Что, правда? Да, ты исцелился. Аминь. Вставай и иди. Слава Господу. Я научился этому, еще когда учился летать. С августа месяца уже пошел 44-й год моего летного стажа. Мой летный стаж не прерывался ни на год, вот уже 44 года. Так что я начинал, когда еще не было никаких тренажеров. Еще не было никаких летных тренажеров, когда я только начинал летать. Были какие-то совсем примитивные приспособления. И это было самым лучшим, чем мы на то время располагали. Но мы делали это через размышления. То есть вы просто садились там. Иногда я просто брал инструкцию по управлению самолетом. Клал ее перед собой и читал. Как, что и зачем нужно делать. И сидя у себя в гостиной или в другом тихом месте, я начинал размышлять над этим самолетом. И размышлять над его панелью приборов. И я мог видеть все приборы. Поначалу вам трудно все их увидеть. Но вы смотрите на эту панель еще раз. Берете книгу и смотрите на нее еще раз. Через некоторое время это становится настолько реальным. Вы можете мысленно проделать все то, что нужно делать в случае отказа двигателя. Вы можете мысленно проделать все то, что нужно делать в аварийной ситуации. Вы проделываете все это с закрытыми глазами. Вот вы выруливаете на взлетную полосу. Вы запускаете двигатели. Вы видите, стрелки приборов стоят на своем месте. И вы просто погружаетесь во все это и занимаетесь этим какое-то время. И вы можете проиграть аварийные ситуации прямо там, у себя в гостиной. Вы можете видеть, как прыгают стрелки приборов и проделать все то, что нужно делать в аварийной ситуации, потому что Бог встроил это оборудование внутрь вас. Говорю вам, вы можете отлично справиться с работой, проигрывая этот полет, сидя прямо в своем кресле. Именно так мы раньше, когда еще не было тренажеров, этому и учились. Племена замышляют тщетное. И в сноске написано, что они размышляют над этим. В данном случае используемое здесь в оригинале еврейское слово означает как размышлять, так и замышлять. Если вы прочитаете в Авилонской башне, то там сказано, что Бог сошел и увидел, что люди могли осуществить все, что они могли замыслить. Они могли это сделать. И теперь, сверхъестественно, Духом Святым, Бог возвращает нас в это положение в себе. Они не были в нем. Аллилуйя. Поэтому Он ограничил их и забрал у них это. Забрал у них способность общаться посредством слов. Но Духом Святым Он в день Песятницы снова вернул нам сверхъестественное общение посредством слов. Аминь. Вы можете начать молиться в Духе и сказать, «Я молюсь Духом. Я молюсь и умом. Я пою Духом. Я пою и умом. Я молюсь мудростью Божией и видением Божьим в Духе. И в послушании записанному Слову Божьему я также молюсь о даре истолковании, чтобы мой ум не оставался без плода». И вы входите в эту сферу. И затем, когда вы молитесь, верьте в сказанное Иисусом. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получаете. Он не сказал «в молитве» на своем родном языке. Он сказал «в молитве». Поэтому я молюсь Духом. Я молюсь умом или с пониманием. А затем останавливаюсь и верю, что принимаю эту тайну. Вам не нужно понимать, что это было. Принимайте это сейчас. Если вы это примете, то потом вы придете и к пониманию этого. Аминь. Иногда, услышав что-то от Господа, я говорил «Слава Богу, вот это здорово». И что-то начинает развиваться. И появляется целая серия откровений. И вот уже спустя всего несколько недель я проповедую об этом. И Господь говорит «Именно это ты промолил как тайну шесть месяцев назад». Это было истолкованием той таны. Оно пришло в виде той проповеди. Не всегда бывает так, что вы говорите несколько слов на иных языках и тут же истолковываете их, говоря несколько слов на родном языке. Так бывает. Но в большинстве случаев, в основном, истолкование приходит по-другому. Оно может прийти и так. Но чаще всего нет. Оно приходит через откровение. Оно приходит, когда в вашем духе поднимается знание и начинает переполнять ту часть вас, которая создает образы и называется надеждой. Слава Богу. Мы не те, кто не имеет надежды. Знаете, что об этом говорит Слово Божье? «Дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Как те, о которых в 12 стихе 2 главы послания к Ефесянам говорится, что вы были в то время отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды или не имели видения и были безбожники или были без Бога в мире. А теперь во Христе Иисусе! Аллилуйя! Мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела! Аллилуйя! Они уже в вас, они уже здесь. Но вам нужно уделять время тому, чтобы изучать эти места Писания и утверждаться в них, говоря, «Это мое! Я вхожу в это! Сегодня это мое! Я принимаю прямо сейчас! Слава Господу!» Именно этому Орл Робертс старался Духом Святым научить нас много-много лет назад. Когда Бог открыл ему так называемую точку контакта. Это та точка, где вы высвобождаете свою веру и больше же не оглядываетесь назад. Это то место во времени, где вы высвобождаете свою веру. Он говорил, «Если вы хотите, чтобы на вас возложили руки, тогда примите для себя решение. Решите это раз и навсегда. Запишите это. Когда на меня возложат руки, в этот момент я буду верить, что я принимаю. В этот момент я высвобожу свою веру и с этого момента я буду исцелен. Потому что Иисус сказал, «Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Поэтому это мое». Но как большинство христиан это реагирует? Вот Библия говорит, «Ранами его вы исцелились». «О, да, аминь». «Поэтому я собираюсь возложить на вас руки». «О, отлично». «Возлагайте на них руки, они отходят и говорят». «Интересно, почему я никогда не исцеляюсь?» Именно так мы себя все время и вели. А для дьявола это был праздник. Но теперь его праздник закончился. Послушайте меня. Когда пастор или кто-то другой возлагает на вас руки, только дождите слово «Аминь». У вас уже есть на этот счет место Писания. Вы уже над ним размышляли. Вы уже его читали. Все, что вам нужно теперь услышать, это «Аминь». Аллилуйя. Откройте послание Якова, где сказано. «Призовите пресвитера в церкви. Пусть помолятся над вами, помазав явлеем. И молитва веры исцелит болящего». Здесь не сказано «может быть исцелит». Здесь сказано «исцелит». «Да, все, что мне нужно, это чтобы у меня с носа капало или кто-то сказал «Аминь». Аллилуйя. Почему? Потому что Бог сказал мне, что это исцелит болящего». Нет, нет, подождите минутку. Бог вам сказал? Да, Бог, Слово проговорил ко мне и сказал, что это исцелит болящего. Аминь. Аллилуйя. Друзья, мы выходим на такой уровень веры, которого тело Христово не знало годами, а мы выходим на него, имея больший опыт, больше знания, больше разного рода средств, о каких ранее церковь не могла даже и мечтать. Аминь. Посмотрите, что мы имеем в своем распоряжении. И мы здесь. Вы рады этому? Я в восторге от этого. Аллилуйя. Давайте встанем и воздадим Богу хвалу. Аминь. Вы что-нибудь сегодня получили? Аллилуйя. Писание говорит, да приступаем с дерзновением или смело к престолу. Мы стоим в благодати, верой и хвалимся или радуемся в надежде. Писание говорит в притчах 13-12. Надежда, долго не сбывающаяся. Послушайте, что вам говорит этот мир? О, не стройте больших надежд. Мы бы не хотели, чтобы ваши надежды разбились. Не стройте больших надежд. Но тогда моей вере нечего будет делать. Идите с глаз долой. Я буду это делать. Писание говорит, надежда, долго не сбывающаяся, делает больным дух, сказанного в оригинале. Больной дух. Это значит, что ваша вера является слабой и хилой. Она не работает надлежащим образом. Надежды долго не сбываются. Ну, я не хочу строить больших надежд. Ведь это может не сбыться. Ведь это может не сработать. И вот что я вам скажу. В некоторых местах, если вы придете и начнете говорить слова веры, вас обвинят в том, что вы все отрицаете. И больница подаст на вас в суд. Да. А они начнут приводить к вам психиатров, пытаясь заставить вас принять ваше состояние, потому что вы его отрицаете. Вот это будет денек. Именно поэтому вам вообще поменьше стоит ходить по всем этим больницам. Это место, где болеют. Это не место, где выздоравливают. Церковь является тем местом, где выздоравливают. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Аминь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Я делал это снова, снова и снова. Когда я просто брал свою Библию. Вы можете взять свою и сделать сейчас то же самое. Просто возьмите в руку свою Библию. Второзаконие 28, 61. «И всякую болезнь и всякую язву, не написанную в книге Закона сего, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен. Христос искупил нас от клятвы или проклятия Закона, сделавшись за нас клятву, ибо написано, 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 и начните так делать. Это написано, это сказал Бог, это написано, это сказал Бог, это написано, это сказал Бог, это написано. Бог мне сказал! Проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на Кеннету Копланда. И всякая болезнь, всякая язва, не написанная в книге Закона сего, находится под этим проклятием, но Кеннет Коплан был искуплен от проклятия. Бог мне так сказал. Поэтому я искуплен от всякой болезни и всякой язвы. Я искуплен от всякой болезни и всякой язвы. И я ходил вперед и назад по комнате в своем доме, в номерах отеля и в других местах, и просто читал это. Всякая немощь и всякая болезнь, которая пытается пристать к моему телу, находится под проклятием. Но Кеннет был искуплен от проклятия, потому что так мне сказал Бог. Я искуплен от проклятия, то есть от всякой немощи и всякой болезни, что означает, что я искуплен от этой боли в ногах. Я искуплен от боли в животе. Я искуплен от того, что пытается проникнуть в мое тело. Я искуплен от гриппа. Я искуплен, я искуплен, говорю тебе. Я искуплен от тебя. Я искуплен от тебя. Я искуплен от тебя. Слава Богу, я искуплен. Так мне сказал Бог, поэтому я искуплен от тебя. Вы можете расхаживать по комнате со своими старыми долговыми расписками и закладными, потому что они тоже есть в 28 главе второзакония. Все это находится под проклятием. Сидеть в долгах — это проклятие. Ходите с ними по комнате. Возьмите в одну руку свои закладные, а в другую — Библию. Банк говорит, что я это задолжал, а Бог говорит, это выплачено. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Хвала тебе, Господь Иисус. Хвала тебе, Господь Иисус. Аллилуйя. Вы можете садиться. Итак, давайте сегодня обратимся к Слову Божьему. Откройте свои Библии на первой главе Евангелия от Иоанна. Давайте еще раз прочитаем наше базовое местописание. И продолжим обновлять свой разум в отношении этого. Аллилуйя. Евангелие от Иоанна, первая глава. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него, через Бога, через Слово, начало быть. И без Него, без Бога, без Слова, ничто не начало быть, что начало быть. В Нем, в Боге, в Слове, была жизнь, и жизнь была свет человеков. Также есть местописание, в котором сказано «Бог есть свет». Есть местописание, в котором сказано «Бог есть жизнь». Значит, Слово Божие является жизнью. Что касается Иисуса, то Библия говорит, что Он есть путь, и истина, и жизнь, и Он назван светом. Аминь. Еще Библия говорит, «Откровение Слов Твоих просвещает, или приносит свет». Аллилуйя. И теперь давайте обратимся ко второму посланию Петра, и прочитаем то место, которое мы постоянно читаем. Поскольку именно в отношении Его Бог сейчас с нами и работает. Аминь. Второе послание Петра, 1 глава, 16 стих. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего, Иисуса Христа, нехитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия». Обратите внимание, Петр сказал, «Мы были очевидцами, мы видели это своими физическими глазами». Это произошло прямо на наших глазах. «Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глаз. «Сей, Сын, мы возлюблены, в Котором мое благоволение». И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали. Итак, они видели это своими физическими глазами. И слышали, слышимый голос Бога своими физическими ушами. Каждый из нас слышал, как люди говорят, «Боже мой!» Особенно, когда речь заходит о том, чтобы поехать в Израиль, понимаете? «Боже мой! Разве не чудесно было бы пройти по тем следам? Походить в самом присутствии Иисуса?» Что ж, для этого вам надо принять спасение. И вы сможете ходить в его присутствии прямо сейчас. Понимаете, у нас сложилось извращенное представление о том, что важно, а что нет. А нам нужно обновить свой разум и полностью избавиться от этого. Я говорю о том, чтобы полностью избавиться от этого. Да, это нелегко, потому что мы ориентируемся на плоть, живя в этом естественном мире. Мы были сориентированы в этом направлении, и благодаря этому достигаем умственного равновесия. А когда речь заходит о знании, то большинство людей думает о книгах этого мира, и тому подобном. И в этом заключается одна из основных причин того, почему образование не является и никогда не являлось вашим ответом. Да, образование – это хорошо, не поймите меня неправильно. Им нельзя пренебрегать. Но неправильное образование может быть хуже, чем вообще его отсутствие. Послушайте, что вам скажут в ваших средних школах. Мы готовим ваших детей к жизни в этом мире. Именно поэтому я не хочу, чтобы вы готовили моих детей. Я буду сам их готовить. Слава Богу. Я хочу, чтобы Божьи люди готовили моих детей. Аминь. Побеждать этот мир. Аллилуйя. Вспомните Иисуса. Один человек подошел к Иисусу и сказал, «Я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мою». Откуда он это взял? Он ходил в синагогу. Фактически, он построил синагогу. То есть, он оплатил строительство синагоги. Поэтому был знаком с иудейской традицией. И, будучи римлянином, считал себя недостойным. Бог не считал его таковым, но так утверждала известная ему традиция. Он сказал, «Я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Но скажи слово, и выздоровей слуга мой, ибо я и подвластный человек. Но, говоря одному воину, пойди и идет, а другому приди и приходит. Скажи только слово». Видите, он признал власть Слова Божьего. И что сказал Иисус? Он сказал, «И в Израиле не нашел я такой веры». Так что величайшая вера в глазах самого Иисуса была вера в само по себе Слово Божье. И его власть. Аллилуйя. Говорю вам, это очень, очень сильная вещь. Я усвоил это еще тогда, когда впервые обратился к Слову Божьему. Скажу вам, первое, что сразу бросилось мне в глаза, это целостность и честность Слова Божьего. Это просто меня ошеломило. И я наконец понял, «Боже мой, я все время носил у себя в кармане этот Новый Завет. Если бы кто-то подошел ко мне на улице и спросил, является ли это Библией истиной, я бы ответил, «Несомненно». Да, аминь. Но я не знал, о чем я говорил. Все это время все нужные мне ответы находились прямо у меня в кармане, а я стонал, плакал и причитал, «О, Боже, помоги мне, о, Боже, мне нужен ответ!» А он находился прямо у меня в кармане. Аминь. И, наконец, я это понял. Я начал исследовать и изучать этот аспект хождения не видением, а хождение верой. И учиться смотреть на все глазами веры, учиться смотреть на все глазами Слова Божьего, учиться видеть не только то, что находится на поверхности, но добраться до самой сути духовных ситуаций. Если вы доберетесь до сути ситуации, то она раскроется перед вами, и не будет такое уж сложное. И дьявол не сможет настроить твердынь, чтобы уловить вас в них так, чтобы вы не могли понять, что вам делать, и как из этого выбраться, или что вам нужно предпринять. Итак, я начал исследовать этот аспект. И обращаясь к истории, куда бы я ни посмотрел, я видел, что здесь все было поставлено с ног на голову. Считалось, что высшая форма духовного проявления — это увидеть какое-то видение или сон, или что-то в этом роде. Однако все, что связано с плотью, является низшей, а не высшей формой проявления. Не высшей. Понимаете, мы все поставили с ног на голову. Деньги не являются наивысшей формой силы и власти. Они являются наивысшей формой власти, но в масштабах всей власти на небе и на земле они являются ее низшей формой. Это низшая форма власти. Именно поэтому, если вы не можете управиться с деньгами, то вы не сможете управиться и с помазанием. Люди принимают большую часть своих решений, основываясь на деньгах, а не на помазании. Если вы принимаете свои решения, основываясь на помазании, то, что касается денег, все встанет на свои места. Аллилуйя. Именно поэтому Иисус сказал, «Если вы не можете доверить человеку деньги, вы не можете доверить ему истинное богатство». Давайте прочитаем дальше. «И этот глаз, принявшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово». Вернейшее слово. Удивительно, что здесь используется слово «пророческое». Слово «пророческое» означает «сверхъестественно сказанное слово». Это сверхъестественно сказанное слово. Не просто печатное слово. Это сверхъестественно сказанное слово. «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. К слову, которое вернее или достовернее того, что вы слышите своими физическими ушами». «Слышим мы голос Бога, сны, видения и другие подобного рода вещи, в которых задействована ваша плоть, и вообще все, во что вовлечена ваша плоть, несет в себе некоторую неуверенность и неопределенность. Вы не знаете, когда вы услышите этот голос, а когда не услышите. И услышав его, вы будете сбиты с толку, потому что ваша плоть не понимает духовных вещей. А о Слове Божьем надо судить или его нужно распознавать духовно. Ваш дух его поймет. В отличие от вашей плоти и вашего разума, ваш духовный человек наделен Духом Святым силой и является жилищем Духа Святого. Он может оказывать влияние на ваш разум, но только через Слово Божье. Аллилуйя. Слава Богу. Я хочу, чтобы мы поговорили об этом подробнее. Давайте откроем пятую главу послания к евреям. Двенадцатый стих. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища». Я хочу, чтобы вы здесь кое-что увидели. В данном случае речь идет о людях, которые позволили Слову Божьему ускользнуть. Он сказал, «Вам надо было бы уже самим учить, но вы уклонились. Вы это упустили». Помните? В четвертой главе он сказал, «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим? Или, чтобы вы не забыли то Слово, которое вас освободило?» Со мной тоже такое бывало. И тогда в молитве я спрашивал, «Господь, я просто не понимаю, что я здесь упускаю. Ты не можешь ничего упускать. Что же я тогда упускаю?» И он напоминал мне о том, что принесло мне освобождение три или четыре или пять лет назад. Но теперь я позволил этому откровению скользнуть. Вместо того, чтобы продолжать размышлять над ним, исповедовать его, расширять его в свое мышление и оставаться в нем. Я просто исцелился и забыл о нем. И пошел дальше. И я думал, «Боже мой, я позволил ускользнуть чему-то настолько сильному, ведь это освободило и вырвало меня из тисков дьявола. Слава Богу! Как можно быть таким глупым?» Аминь. И тогда вы возвращаетесь назад и ухватываетесь за это. Именно поэтому так важно размышлять над Словом Божьим. Эти люди позволили этому скользнуть по ряду причин, в которые мы сейчас не будем углубляться. Но, в общем-то, тут суть в следующем. Иисус сказал в 4 главе Евангелия от Марка, «Скорбь и гонения настают или поднимаются за Слово». Религиозная традиция говорит, «Скорбь и гонения настают для того, чтобы вас чему-то научить, или чтобы развить вашу веру». Но я думаю, что Иисус, наверное, больше знал об этом. Стоит послушать, что Он об этом сказал. Аминь. А Он сказал, «Скорбь и гонения настают за Слово». Дьявол пытается выбить из вас Слово Божье. Он старается изо всех сил представить все так. Вы меня слушаете? Представить все так, как сказал Аврам. «Видишь, я остаюсь бездетным, и ты не дал мне потомства или семени». Но у него было Семя. У него было Слово Божье. Но он не смотрел на него, как на Семя. Он ходил тем, что мог видеть своими глазами, трогать своими руками. Его плоть поймала его в ловушку. Он не мог видеть дальше той ловушки, в которой он оказался. Он сидел в яме. Он не мог видеть того, что находилось за пределами этой ямы. Все, что он мог видеть, это то, что у него не было. Аминь. Алло. «Скорбь и гонения приходят для того, чтобы представить все так, будто Слово Божье для вас не работает, и вообще в этой ситуации работать не будет». Так что тебе лучше поторопиться и записаться на прием к врачу, потому что этот врач очень занят, и ты можешь не исцелиться. Да. Точно. Но я думаю, просто пройти там обследование, чтобы мне сказали, что там у меня такое, и тогда я буду знать, в каком направлении молиться. Если ваш врач не является крещённым Духом Святым Мужем Веры, вам не нужно спрашивать у него, как молиться. Всё, что он сделает, это хорошенько напугает вас. Аминь. Слово Божье говорит, находясь в искушении, испытании и проверке, обращайтесь к Богу, просите у Него мудрости об этом. Он скажет вам, как молиться. Погрузитесь в Слово Божье, именно в Нём и находятся все ответы. Слава Богу. Да, иногда могут быть ситуации, когда Господь вам скажет, «Я хочу, чтобы ты пошёл к такому-то и такому-то врачу, чтобы он на это посмотрел». Это уже совершенно другое дело. Получите направление от Духа Святого. А не вы думаете чего-то сами, находя для этого духовное оправдание. А если вы всё же решили обратиться к врачу, то, по крайней мере, наберитесь смелости прийти и сказать пастору, «Моя вера недостаточно сильна. Я боюсь, и поэтому иду к врачу. Пожалуйста, помолитесь за меня, потому что я в беде». Уж лучше честно признаться, чем, как говорит доктор Томпсон, прятаться за вымышленным фасадом. О да, аминь. «Я иду к врачу только для того, чтобы узнать, как мне молиться». Вот обманщик. «Вы идёте к врачу, потому что сильно напуганы. Именно поэтому вы к нему идёте». «Я иду к врачу, чтобы узнать, как мне молиться». Зачем вам в таком случае врач, который всё равно не знает Бога? Но он хороший врач. Но что ещё тут можно сказать? «Ибо судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить». Видите? Они когда-то уже были научены. Вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего, первым принципом, сказанного от Бога. Он говорит о Слове Божьем. «Для вас нужно молоко, а не твёрдая пища. всякий, питаемый молоком, не сведущ в Слове Правды или Праведности, потому что он младенец. Твёрдая же пища свойственно совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». И в первом послании Петра 2.2 говорится, «Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти». Так что молоко Слова Божьего поможет вам возрасти. Но становиться сведущим в Слове Правды или Праведности – это не совсем то же самое, что просто возрастать духовно. Послушайте, что он сказал. Слово Божье, Слово Божье. Когда я говорю «Слово Божье», не думайте и не рисуйте у себя в разуме эту книгу. Слово Божье – это обязательство Божье, Его Слово, обращённое к нам в Кровном Завете. Иисус сказал, «Ваша традиция сделала его неэффективным, потому что вы не руководствуете Словом Божьим. Вы руководствуете с тем, во что Слово Божье превратили люди». Христианизм – это религия, в которую превратили Новый Завет. Христианство является тем, о чём говорит это Слово. Христос, помазанный, и Его семья. Аллилуйя. Это совершенно другое. Это наследие, которое мы имеем. Это Его завещание и Его Завет. Аллилуйя, слава Богу. Говорю, у меня это приводит в такой восторг, что просто хочется прыгать и бегать. Слава Богу. Итак, как можно стать сведущим в Слове Правды или Праведности? Духовный рост приходит от Слова Божьего. Мы рождены от Слова Божьего. Мы растём на основании Слова Божьего. Мы становимся зрелыми на основании Слова Божьего. И затем мы становимся сведущими в Слове Праведности. И Писание говорит в 4 главе послания к Ефесянам. Мы возрастаем в Него, говоря Слово Божие друг другу в любви. Аминь. Мы возрастаем, говоря Слово Божье. Мы возрастаем в Него во всех сферах. Скажу вам, иногда я встречаю христиан, которым мне просто хочется крикнуть. Пора уже вырасти! Но вы не знаете, что они мне сказали. Сразу видно, что это младенец. Вы когда-нибудь видели, что делается в яслях? Все дерутся за игрушки. Дай! И тут начинается крик и рёв. Все в один голос начинают плакать. И воспитательница в яслях, если она хорошая, должна сохранять спокойствие. Пастыря должны сохранять спокойствие. Это одно и то же призвание. И вы должны любить младенцев. Просто любить их. Послушайте, любите их. Они чудесны. У людей, у которых нет времени для младенцев, у них нет времени для Бога. Потому что, говорю вам, Бог в восторге от детей. Но он не в восторге от 30-летних младенцев. Поэтому надо взяться за ум и стать сведущими в слове праведности. Например, становясь прилежными, зрелыми и сведущими в слове о Божьем, обучаясь пользоваться им как мечом. Вы не научитесь этому, если не будете находиться под покровительством какого-то служения, где вы обучаетесь и практикуетесь. Посмотрите, что здесь сказано. Твердая же пища свойственно совершенным, у которых чувство навыкам, у меня в сноске сказано, постоянной практикой или тренировкой, приучены к развлечению добра и зла. Даже ваши физические чувства можно научить знать разницу между добром и злом. Причем, истинную разницу, а не просто иметь какое-то странное представление о том, что добро, а что зло. Типа, иметь деньги — это зло. Что ж, если ваша плоть научена именно таким образом, тогда она устремится в этом направлении. У нее нет своего ума, у нее нет своего характера. У вашей плоти нет никакого характера. Ее можно обучать. Ваш характер или ваша природа в вашем духе. Я слышал, как люди говорят, «Да, знаете, у нас у всех есть две природы, у нас есть природа дьявола и природа Бога». У меня нет. О чем вы говорите? В рожденном свыше чаде Божьем есть только природа Божья. Но вам нужно обновить свой разум и распять свою плоть в отношении Слова Божьего. Аминь. И взять эту плоть под контроль и переучить ее. Ее можно учить и обучать. Научить ее Слову Божьему, она будет ходить в Слове Божьем. Научить ее неверию, она будет ходить в неверии. Теперь давайте перенесем это на размышления над Словом Божьим. Изменение вашей плоти и обновление вашего разума. На необходимость становиться сведущими в Слове Праведности. Сведущими в Слове Праведности. Говорить Слово Божье в любви. Служить Словом Божьим. Возрастать в Слове Божьем. Ходить в церковь. Это чудесно. Именно поэтому вам нужна хорошая, сильная, мощная, верящая в Слово Божье, обучающая Слову Божьему церковь, которая стремится помочь вам возрастать. И у пастора, которая есть достаточной любви и сострадания, чтобы не просто проповедовать о том, что, как ему кажется, вам будет приятно услышать, но помогать вам учиться и расти. И вам нужно быть достаточно духовно смелыми и иметь характер, чтобы не злиться и не обижаться и не уходить просто потому, что, да кто он такой, чтобы так со мной разговаривать. Отзаконцов, мой дедушка покрасил заднюю стену этой церкви. И поэтому вы не разрешаете ее перекрашивать, закатываете истерику каждый раз, когда кто-то хочет покрасить эту ужасную старую стену, которую красил ваш дедушка. На этой скамейке следы от слез моей бабушки. Боже мой, совершенно никакого представления о том, что такое церковь. И когда вы попадаете в такого рода правильную сферу, то это чудесно и замечательно. Кассеты являются очень-очень мощным инструментом. Они не заменяют собой церковь. Церковь не заменяет собой кассеты. Пастор не может каждое утро ездить с вами в машине на работу, но его кассеты могут. Могут. Аминь. Так что и церковь, и кассета чудесны, но их недостаточно. Для того, чтобы измениться, изменение начинается внутри и проявляется снаружи. Оно не приходит снаружи, входя вовнутрь. Исцеление приходит из вашего духа. Слово Божие говорит четвертой главе притчи. Больше всего хранимого храни сердце или дух твой, потому что из него источники жизни. Первое послание к Тимофею, шестая глава. Третий стих. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа, и учение о благочестии, тот горд. ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Вы слышали, что он сказал? В этом заявлении. Думают, что благочестие служит для прибытка. Другими словами, ты не благочестив, потому что у тебя нет денег. Что ж, если вы получили свои деньги от Бога, значит, было время, когда у вас их вообще не было. Аминь. Что, если бы тогда кто-то пришел и увидел вас в том положении, когда у вас еще не было откровения об этом? Или, с другой стороны, вы можете дойти до того, что начнете думать. Должно быть, между мной и Богом все в порядке, потому что, в конце концов, у меня по-прежнему большой доход. Нет, нет, нет. Вы все еще судите по плоти, а не по слову Божьему, будучи сведущими в слое праведности. И дальше Павел говорит о такого рода идеях и представлениях. Шестой стих. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Вы можете быть в таком положении, когда у вас большой доход, но вы недовольны. Вам постоянно нужно больше. Вы недовольны тем, что имеете. Вы всегда думаете о том, чего у вас нет, а не о том, что у вас есть. И находясь в таком положении и состоянии, вы не будете наслаждаться жизнью. Аминь. Вам всегда нужно... И мне нравится, как сказал Кейт Мур. Вы всегда думаете о той ноге, которая болит, а не о той, которая не болит. Он сказал, вы можете проснуться утром, и у вас болит одна нога, но вы можете сказать, посмотрите на эту ногу. Она здорова. Да, какая отличная нога, только посмотрите на нее. Она вообще не болит. И вы не можете одновременно думать о них обеих. Поэтому думайте о здоровой. Он сказал, вы можете быть совершенно здоровым от макушки головы до подошвы ног, за исключением одного мизинца. Этот мизинец испортит вам весь день. Лучше переключитесь на ту часть себя, которая в порядке, и воздайте Богу за это честь и славу. Аллилуйя. Так и поступает человек, обновивший свой разум. А весь этот мир концентрируется на том, что не в порядке. Мы концентрируемся на том, что правильно. И этим самым подбираемся к сути вопроса, опираясь на Слово Божье. И тогда мы можем изменить то, что не в порядке. Но вы можете изменить это в радости. Именно поэтому, когда дело касается веры в Слово Божье, так важно называть несуществующее, как существующее. Мы с пастором говорили об этом сегодня утром. Большинство людей, как христиан, так и не христиан, сейчас это делают даже неверующие, которые ухватили эти принципы. Фактически, они даже учат им как законам успеха и уверенности в себе. И на каком-то уровне это работает, потому что это принципы Божьи. И они начинают называть несуществующее, как существующее. Они начинают мечтать и ставить цели, и утверждать эти вещи. И вот увидите, они это получат. Но затем их поведение становится воинственным. и деньги это самое худшее, что может быть у нищего. Вы меня слушаете? Нищий, имеющий много денег, опасен, потому что он помнит, каково это быть нищим, и убьет вас, только бы не вернуться туда снова. И Павел говорит, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. это уповающий на деньги языческий мир, о котором говорил Иисус. Они ищут и служат деньгам. Но мы не такие. Мы ищем Бога, доверяем и уповаем на Бога. И мы служим Богу. И ожидаем, что Он благословит нас финансово. И мы учимся, как пожинать урожай в Царстве Божьем. И дальше Павел делает для нас своего рода вывод. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие или любовь к деньгам, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде или в праведности». Обратите внимание, Он сказал, беги от этого, выбирайся из этого. Возьми Слово Божье, сделай Его своим стандартом. Сейчас я вам покажу, как это сделать. Вы не сделаете этого, только лишь слушая кассеты. Вы не сделаете этого, только лишь ходя в церковь. Вы не сделаете этого без церкви. Вы не сделаете этого без своих кассет. Но самое главное, вы не сделаете этого без размышления над Словом Божьим. Вы не сможете учить свою плоть, не уделяя времени тому, чтобы размышлять и обновлять свой разум. Наполнять свои уста Словом Божьим. Я говорю о том, чтобы проводить в этом время. Да, вы можете размышлять над Словом Божьим, слушая свои кассеты. Но также хорошо, выключив эту кассету, поразмышлять над тем, что вы услышали. Вы, наверное, встречали таких людей, или, возможно, с вами тоже такое случалось. Кто-то говорит, да, знаете, это было одно из лучших служений, на котором я когда-либо был. И кто-то спрашивает, да, а о чем там проповедовали? Я не знаю, но это было здорово. И вам становится просто смешно, потому что вы даже не знаете, о чем там говорили. И все потому, что пока вы находились на том служении, и пока пастор проповедовал под тем сильным помазанием, пребывавшим на том служении, ваш дух просто впитывал это, но это проходило мимо вашего разума, пролетая где-то прямо над вашей головой. И когда вы вышли оттуда и включили обратно ваш разум, вы даже не помнили, о чем там говорили. Именно поэтому вам нужно записывать проповеди на кассеты, возвращаться к ним и пропитывать этим свой разум, слушая эту кассету по 12 или 15 раз. Понимаете, ваши дети схватывают это очень быстро. Возьмите, например, видеофильм, который нравится вашим детям. Например, детский видеофильм «Командир Келли» или что-то в этом роде. Они смотрят его без конца, и им хочется смотреть его по 75 раз подряд, пока они не выучат в этом фильме каждую фразу. Они знают, кто что сказал. Они знают все места описания, которые там звучат. И они готовы смотреть его снова и снова и снова и снова. И ко мне приходят родители и говорят, «Пожалуйста, снимите новый фильм, пожалуйста». «Пожалуйста». И, конечно, я планирую это, слава Богу. Я спросил Господь, почему дети смотрят эти фильмы по столько раз? Он ответил, «Потому что это служит их духу». И они получают из этого фильма то же самое, что ты получаешь на собрании, на котором течет откровение. А когда их дух уже принял это служение, у них хватает ума вернуться и принять его снова. И они будут смотреть это снова и снова до тех пор, пока этим не пропитается их разум, и это не отложится в их памяти. И затем это начнет оказывать влияние на их характер. То же самое с вами. Аминь. Итак, мы говорим о том, чтобы стать сведущими в слове праведности. Павел сказал, «Убегай сего, а преуспевай в правде или праведности, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигам веры. Держись в вечной жизни, к которой ты и призван и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Он сказал, «Держись жизни». Что он еще сказал? Мы читали это вчера. Он сказал, «Возьмитесь за предлежащую надежду». Помните шестую главу послания к евреям? Возьмитесь и держите за надежду. Держите за обетование. Держите за жизнь. А жизнь... Слово было жизнью и светом человеков. Держите за обетование Слова Божьего. Думайте о них, говорите о них, размышляйте над ними. И размышляйте об этом, говоря, «Теперь, когда я услышал от Бога и знаю, что я исцелился, как это меняет мою жизнь? Теперь, когда я узнал и услышал от Бога, что все мои нужды восполнены, и я пожинаю обильный урожай, как это меняет мою жизнь?» И вот вы входите в сферу размышления над Словом Божьим. Размышления о том, кто вы во Христе, кем Он является вас, что Он сделал для вас, какие у вас взаимоотношения с Отцом, кем вы являетесь для Него. И вы обнаружите, что все то, чему вас учила религиозная традиция, по большей части является просто чушью. Вы наталкиваетесь на место Писания, где сказано, «Боже, покажи им, что возлюбил их, как возлюбил меня». Скажу вам, я приткнулся на этом. Я не мог этого принять. Я стоял, пытаясь поверить в это, и у меня начали дрожать колени. Я с трудом мог сказать это вслух своими устами. Я сказал, как говорит Джесси, «Если бы это не были слова самого Иисуса, я бы даже не пытался в это верить». Я просто сказал, «О, Боже». Но понимаете, я думал в свете того, кем я был раньше, а не в свете того, кем я стал теперь, после того, как родился свыше. А Иисус смотрел на меня глазами своей веры, потому что в тот момент Он знал, что вскоре пойдет на крест и все изменит. Он сказал, «Покажи им, что возлюбил их, как возлюбил меня». И затем дальше, в той же 17 главе Евангелия Таиана, Иисус, молясь, говорит, «О, Отец, та любовь, которой ты возлюбил меня, в них добудет». В вас есть такая же любовь, такая же большая любовь, какой Бог любит Иисуса. Здесь говорится о том, к чему мы еще не подключились. Мы еще не подключились к силе такого сострадания. Но я работаю над этим. Аллилуйя. И исповедую это. «О, Боже, как хорошо иметь сострадание Иисуса». Вместо «О, Боже, дай мне Твое сострадание». Он уже его дал. Нам нужно принять его верой и начать называть несуществующее, как существующее, и благодарить, и прославлять его за это. Итак, мы остановились на этом месте Писания. Он сказал в 17 стихе, «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе». Заметьте, он не сказал, «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они избавились от всех своих денег, потому что они являются корнем всех зол». Нет, он сказал, «Этим корнем является любовь к деньгам». Любить деньги – значит уповать на них и служить им. «Скажу вам одно, брат Копланд, кто-то же должен зарабатывать на жизнь». Именно это вы все время и делаете. Зарабатывайте их. Да, вы служите деньгам. Пашите ради них, как раб. Делайте все, что они вам говорят. Иисус сказал, «Не можете одновременно служить Богу и деньгам». Он не сказал, что вы не можете иметь деньги. Он сказал, вы не можете им служить. Поэтому мы не служим деньгам. Мы используем деньги, чтобы служить Богу, следовать за Ним и делать то, что Он говорит. Хвала Господу. Аминь. Никогда, послушайте меня, никогда не используйте людей для того, чтобы получить какие-то вещи. Наоборот, используйте вещи, чтобы любить людей. Аллилуйя. Итак, Павел сказал, «Увещевай их». Давайте посмотрим. Хорошо. Давайте посмотрим. «Богатых в настоящем веке увещевай». Это значит становиться сведущими в слове праведности. «Богатых в настоящем веке увещевай». Итак, здесь Он собирается обратиться ко мне, потому что Я посеял семя, и Я верю, что получаю. И Я знаю, что мой небесный счет переполняется. И слава Богу, Я уже поверил, что получаю свой обильный урожай. Хвала Господу. Итак, какое отношение это имеет ко мне? Я ведь богат в настоящем веке. «Увещевай их». Значит, увещевай меня. «Богатых в настоящем веке увещевай», чтобы они невысоко думали о себе. О, чтобы невысоко думали. Это значит, что когда мой пастор меня исправляет, я не обижаюсь и не хлопаю громко дверью из-за того, что отдаю самую большую десятину в церкви. Да, Он увещевает меня. Я принимаю это увещевание, Иисус. Я обещаю тебе, что не буду так поступать. Я отказываюсь высоко думать о себе. Я прошу тебя во имя Иисуса указывать мне на мое высокомерие. Как только оно будет где-то проявляться, укажи мне на него во время размышления, и я увижу его. И я призову на это твою кровь и приму освобождение от высокомерия во имя Иисуса. И теперь я размышляю над Словом Божиим. Я поверил, что получил. Хвала Господу. И теперь я вижу себя. Я вижу себя отдающим десятину. Я вижу себя верующим Богу о том, чтобы отдавать самую большую десятину в этой церкви. Аминь. Я вижу все это, и это начинает развиваться во мне. И это начинает действительно расти внутри меня. Я лежу ночью и радуюсь во время своего размышления перед Богом. И вот я вижу, как заезжаю на парковку перед церковью. Я вижу, как выхожу из машины моей мечты. И я знаю, что у меня нет за нее никаких долгов. Я оборачиваюсь и говорю, «Ты благоволение от Господа, и ты дивна в очах моих. Ты заплатил за эту прекрасную вещь». И я отхожу, и вижу себя направляющимся к церкви. И тут Бог говорит, «Видишь того человека, идущего по тротуару?» «О, да. Я хочу, чтобы ты его благословил. Будь благословен, брат. А теперь я дай ему свою машину». Что-то я не планировал так размышлять. Видите, Бог вмешался в мое размышление. И я вижу, как говорю, «Слава Богу! Подойди сюда, брат». И вот он подходит. Я говорю, «Нравится эта машина? Еще бы она красивая. Она твоя. И я хочу тебя и ее благословить во имя Иисуса». Теперь вы не будете так шокированы, когда Бог действительно скажет вам так сделать, потому что вы уже представляете, что это такое. Вы уже прошли через весь этот шок и сказали, «О, Иисус, и Господь Бог!» Аминь. «Но, Господь, у меня никогда раньше не было такой машины». Что ж, у вас нет ее и сейчас. Но это становится настолько реальным во время вашего размышления, что она у вас есть. Что же вы делаете? Вы проходите тест на деньги еще до того, как их вообще получили. Теперь вы не испытаете шок и не упадете на спину, говоря, «О, Боже, я просто не могу этого сделать». Нет. Вы видите себя отдающим десятину. Вы видите себя входящим в офис к пастору, обнимающим его и говорящим, «Я люблю тебя, я люблю эту церковь, слава Богу». Давай сделаем что-то вместе для славы Божьей. Я тут принес тебе чек на 120 тысяч долларов. Я знал, что тебе это понравится. И иногда, сидя и размышляя об этом, вы говорите, «О, да, это хорошо». Да. И вот вы идете в банк. О, да. И берете 50 тысяч однодолларовых банкнот. Не указывайте нигде никакого имени. Так они не узнают, что это я дал эти деньги. Чудесно. Кладете эти деньги в корзину для пожертвований, и еще умудряетесь быстренько поставить эту корзину в кучу со всеми остальными корзинами. И затем только слышите, как доносится крик из бухгалтерии. А когда они прибегают и сообщают вам об этом, вы говорите, «Да, слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя!» Не говорите, «Ну, я это сделал». Что это? Гордость и высокомерие. Вот вы сидите, размышляя над Словом Божьим, и видите себя выходящим из этой чудесной машины и направляющимся к офису. И тут к вам подходит дежурный, следящий за порядком на парковке. Вы никак не ожидали увидеть его в своих мечтаниях. Но он подходит к вам и говорит, «Извините, мистер Копплант, вам придется переставить свою машину. Припаркуйте ее вон там, а это место зарезервировано для такого-то и такого-то». Что? Что? Я здесь паркую с тех пор, как стал богатым. Высокомерие. Было время, когда вы бы сказали, «Да, хорошо», вместо... Какой-то дежурный еще будет тут мне указывать, куда мне ставить мою машину. Слава Богу. Что ж, перейду-ка я в баптистскую церковь, где меня ценят. Да, и через месяц обанкротитесь. Неважно, какая это церковь, баптистская, методистская, католическая, это не имеет никакого значения. Если Бог не сказал вам туда идти, то вы обанкротитесь, пойдя туда. Но когда вы можете это изменить? Когда? Во время вот таких вот предварительных просмотров. Понимаете? Вы проходите через все это. Проходите через это увещевание. Думайте об этом. Чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное. Богатство является неверным. Да, так и есть. Господь, учи меня. Покажи мне, в чем состоит эта неверность богатства. И все, что Богу нужно сделать, это просто сказать. Фондовая биржа. И вы сразу все понимаете. Что значит уповать на богатство неверное? И почему люди выбрасываются из окон, когда курс акций начинает падать? Основатель компании, Студебекер Моторс, был очень богатым человеком. Его бизнес процветал. И они начинали не с производства и выпуска легковых машин. Сначала они делали фургоны. Фургоны Студебекера были одними из лучших и самых больших в мире. А уже затем они занялись производством и выпуском автомобилей и всего остального. Это была очень большая компания. Но потом наступили времена депрессии. Которая сильно ударила по его бизнесу. Его дела шли неважно. И в конце концов, однажды утром он встал, открыл окно и выбросился из него, покончив с собой. Я не помню точную дату. Но это произошло буквально за несколько дней до объявления Второй мировой войны. Компания Студебекер получила большие военные заказы, потому что у них было самое лучшее на то время в мире оборудование. Этот человек покончил с собой до того, как пришли перемены. Вот что с вами сделает высокомерие. Потому что там вы на высоте. Вы самая большая шишка мирового масштаба. Скажу вам, это долгое падение на дно. Но когда вы ходите в царстве Божьем, вы просто проходите через это. Кто-то может подойти к вам и сказать, больше никогда в этой компании не клади на свой рабочий стол Библию. Вы переспрашиваете. Не класть ее на стол? Именно. Господь, ты слышал, что сказал этот глупец? Он сказал, чтобы я не клал на свой стол свою Библию. Он, наверное, плохо нас с тобой знает. «О, брат Копланд, я бы так не говорил. Я могу потерять свою работу». Что ж, сразу ясно, на кого и на что вы уповаете. Вы предпочитаете обидеть Иисуса, нежели этого соломенного начальника. Но когда вашим истинным источником обеспечения является Иисус, а Он может им стать только тогда, когда вы научитесь доверять и уповать на Него во время своего размышления, определяясь в отношении этих вопросов, и это становится для вас настолько реальным, и затем вы идете и делаете это на практике. Вы учитесь этому не тогда, когда слышите от кого-то такие слова. Вам нужно заранее проиграть эту ситуацию так, чтобы вы уповали на то, на что нужно уповать. Вы можете научиться этому до того, как столкнетесь со всей этой ерундой. Вместо того, чтобы оказаться застегнутым врасплох и не знать, что делать или куда бежать. Вместо того, чтобы плакать и стонать, выбираясь из этого мусора и позволить дьяволу на какое-то время строить вам хорошую трепку. И, будучи не в состоянии оплатить свои счета, наконец, выползти оттуда со словами «О, Господи, помоги!» И затем вы едете на хорошее собрание, и Бог освобождает вас. И вот вы снова наверху. И вас ждут все эти счета, которые нужно оплатить. Вы бы могли прекрасно решить этот вопрос в своем размышлении. Вы бы точно знали, что вам говорить. Не говорите мне, что вы не знаете, как это делать. Ведь вы же знаете, как волноваться. Это тот же самый процесс. Как вы волнуетесь, точно так же вы и размышляете. Волнение — это всего лишь размышление над ложью дьявола. Это то же самое. И у вас так хорошо получается волноваться потому, что вы были с детства этому научены, и развили это в целую науку. Вы можете своими волнениями сделать себя больными. Разве вы не так говорите? «Я так волновался, что аж заболел». Вы подключили сюда свое исповедание, не так ли? «О, скажу вам, я так волнуюсь, я просто не знаю, что и делать. Я просто не могу об этом не думать». Что ж, страх является осуществлением того, о чем вы волнуетесь. Вы можете своим волнением также воплотить это в жизнь. Скажу вам, именно это и сделал Иов. Это дорого ему стоило. Аминь. Размышление делает вас сведущими в Слове Божьем. Вы можете тренироваться в Духе точно так же, как вы тренируетесь в тренажерном зале. Вы можете уделять время тому, чтобы молиться в Духе Святом, размышлять над Словом Божьим и назидать свой дух. Назидать свой дух. А когда сюда сунется дьявол, будет достаточно одного удара этим мечом. И у вас есть место Писания, на котором вы стоите. Вы выхватываете этот меч из этого Писания, и он у вас уже заточен и заострен. Вы уже знаете, о чем говорите. И вот он бежит сюда со своим сомнением и неверием, со всей своей болью, со всеми своими щитами или чем-то еще, но у вас уже приготовлено на этот счет место Писания, как это было у Глории с нашим домом. Боже мой, у нее были места Писания насчет тротуаров. У нее были места Писания насчет всего, от деревьев до колодцев и ковров. И она ходила там, и они просто выскакивали из нее. Просто выскакивали. Слава Богу. Так она построила дом. Аминь. Дьявол начинает бежать сюда, вы просто выхватываете этот меч и говорите, «Получи, сатана!» и обрушиваете его на него. И вскоре вам будет достаточно всего лишь немного потрясти им, и его уже как не бывало. Аллилуйя. Размышление в Слове Божьем сделает вас ведущими в Слове праведности. И оно станет настолько реальным. В заключение я процитирую одно утверждение из этого же места Писания. «И уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Во время своего размышления проверьте сами себя. Наслаждаетесь ли вы жизнью, или вам нужно что-то еще, прежде чем вы будете наслаждаться. Большинство людей никак не может начать радоваться и наслаждаться жизнью, потому что все еще чего-то ждет, и они постоянно держат это перед собой. Все время держат это перед собой и живут в этой ловушке отсутствия наслаждения. Вам нужно наслаждаться жизнью. Аллилуйя. Вам нужно наслаждаться тем, что у вас есть. Аминь. Давайте вернемся к первой главе Евангелия от Иоанна и еще раз прочитаем те места Писания, которые мы уже обсуждали на этой неделе, и освежим свои памяти, освежим в своем разуме и в своем духе то, о чем говорил нам Бог. Мы обновляем свой разум в отношении записанного Слова Божьего и его целостности и честности, слава Богу. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Сколько я не читаю эти слова, они по-прежнему остаются для меня такими грандиозными. «Оно было вначале у Бога». Все через Него, через Слово Божье, через Бога начало быть. И без Него, без Слова Божьего, без Бога, ничто не начало быть, что начало быть. В Нем, в Слове Божьем, в Боге, была жизнь, «И жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». И дальше 14 стих. «Слово Божье, Бог, стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, Бога, Слово Божьего. И мы видели славу Его, Бога, Слово Божьего, славу, как единородного от Отца, Бога, Его, Слово Божьего. Аллилуйя. Мне нравится так это читать. Эта книга не о какой-то личности. Эта книга сама является личностью. В 4 главе Посланника в Реем сказано, а мы знаем, что Слово Божье – это Бог, что Слово Божье – живо. Оно живо. Оно является чем-то живым. А если оно является чем-то живым, значит, оно – живая личность. Эта книга является личностью. Аллилуйя. У нее нет личности, она сама является личностью. Аллилуйя. Это голос самого Бога, и Он облег его в доступную и понятную для нас форму. И Библия называет его вернейшим пророческим словом, которое нельзя разрешить самому собой. Аллилуйя. Это приводит меня в восторг. Итак, Слово Божье является словами Бога, обращенными к нам. Иисус использовал его в самый критический момент своей жизни, жизни небес, жизни этой планеты и жизни всего человечества. Он пришел сдать экзамен, который провалил Адам, и он пришел понести наказание за тот провал. И в тот момент Иисусу никак нельзя было потерпеть неудачу, никак нельзя было согрешить. И в тот критический момент Он мог бы воззвать ко всему, чем располагают небеса. Ему нужно было все, что есть в распоряжении небес. И Он сказал, написано, и Он победил сатану и весь ад. И я хочу, чтобы вы поняли, что когда Он воззвал к написанному, Он воззвал ко всему, чем располагают небеса. И Он это получил. Аллилуйя. Аминь. Написано. Но затем на третий раз, как это описывает Лука, на третьем этапе экзамена Он прошел первый этап, прошел второй, и вот подошел к третьему. И теперь, ссылаясь на то, что написано, в этот раз Он сказал, сказано. Послушайте это. Послушайте, что Он сказал. Иисус говорит, что записанное Слово Божье являлось словами Бога, обращенными к Нему. И Он сказал, не хлебом одним будет же человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Если вы вернетесь и исследуете это слово, переведенное здесь как «Слово», то обнаружите, что в греческом оригинале здесь стоит слово «Рэма», то есть сказанное Слово Божье. Разве не удивительно, что Иисус сказал, написано «Рэма». Это сказано. И это сказано мне. Аллилуйя. Да, мы знаем, что Бог не один раз во время Его земного служения говорил им услышимым голосом. Давайте обратимся ко второму посланию Петра, и кое-что на этот счет увидим. Второе послание Петра, первая глава, шестнадцатый стих. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса, помазанного, нехитросплетенным баснем последуя, но бывшие очевидцами Его величия». Они были очевидцами, то есть они видели что-то своими физическими глазами. «Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глаз. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали». Итак, они видели своими глазами, они слышали своими ушами. Вы знаете, что апостол Иоанн сказал в первом послании Иоанна? «Слово жизни, которое осизали руки наши». Итак, они осизали, видели и слышали. Вы наверняка такое слышали, и я такое слышал. Да и сам так говорил. Просто подумайте об этом. «О, как было бы чудесно, если бы мы были там, рядом с Иисусом, когда Он совершал все эти чудеса». Но вы были бы такими же недальновидными и размышляли бы точно так же по-плоцки, как и все те, кто Его окружал. Они были там, но так ничего не поняли, потому что преломляли все через призму физической сферы. Большинство людей думало, что Он был просто очередным проповедником. Они не понимали, что Он был Сыном Божьим. Он им не говорил, что был Сыном Божьим. Он говорил, «Я Сын Адама», или «Сын человеческий», как сказано в русском переводе. Он служил, будучи помазанным Духом Святым, но проблема состояла в том, что там не было никого, рожденного свыше. Они не обладали никакими духовными способностями. Иисусу приходилось обращаться с ними на естественном уровне. Ему приходилось обращаться с ними по плоти. Ему приходилось иметь с ними дело на этом уровне, потому что это был единственный, доступный человеку уровень. Пока Иисус не заплатил цену, не воскрес из мертвых, не воссел одесну в величиной высоте, не прославился там, пока на землю в день Песятницы не пришел Дух Сытой, и кто-то не родился свыше. Да! И теперь возможность стать новым творением во Христе Иисусе, и вечная жизнь стали доступны человеческому духу, что оживило дух людей для Бога. И теперь Бог может общаться с вами от Духа к Духу, а не посредством вашего интеллекта или вашей плоти. Аллилуйя! И Он делает это с помощью Своего Слова. Аллилуйя! Откровение слов Твоих просвещает или приносит свет, говорит Библия. Его Слово является светом нашей стезе. Его Слово является светильником нашим ногам, слава Богу! Помните, что сказал Иисус, услышав слова сотника? «Я не достоин, чтобы ты вошел под кровь Мою, но скажи только Слово, и выздоровей, слуга Мой, ибо Я и подвластный человек, но говорю одному, пойди, и идет, и другому, приди, и приходит, скажи только Слово». Иисус сказал, «И в Израиле не нашел Я такой веры». И Библия говорит, что Он удивился «Его вере». Почему? Потому что этот человек осознал власть Его Слова и сказал, «Тебе достаточно только сказать, мне не нужно, чтобы ты приходил, мне не нужно, чтобы ты к Нему прикасался, мне не нужно, чтобы ты это делал, просто скажи это, и Он выздоровеет». А вот Фома, после того, как Иисус воскрес из мертвых, это 20 глава Евангелия Таяна, принял решение и сказал, «Если не увижу своими глазами и не потрогаю своими руками, не поверю». То есть, это был акт Его воли, верно? Иисус послал кого-то к Нему сказать, что Он воскрес из мертвых, но Фома ответил, «Нет, я не буду этому верить». Тогда, позже, Иисус явился Ему, увидел Его и сказал, «Подай мне свою руку, Фома», и вложил ее в рану в своем боку. И Фома сказал, «О, Господь мой, Бог мой», Иисус сказал, «Ты поверил, потому что увидел, но блажены или благословены, не видевшие и уверовавшие». Благословены или наделены моей силой те, кто приняли решение верить в то, что Я говорю. Если вы изучите Новый Завет, особенно служение Иисуса, то увидите, что Он постоянно делал такие заявления. Ему сказали, «Там твоя мама и братья хотят тебя видеть». Он ответил, «Кто матерь моей, кто братья моей? Это те, кто исполняет волю Моего Отца, те, кто слушает Мое Слово и исполняет Его». У Него спросили, «Как ты собираешься явить себя нам?» Он сказал, «Я явлю себя тем, кто соблюдает Мое Слово». Ну как, вы начинаете понимать, что Он делает? Он ведет вас к Богу, к Слову Божьему. Он ведет вас к той силе, которую Он использовал, противостоя сатане, говоря написанное. Аллилуйя. Хорошо. Давайте закончим со вторым посланием Петра. «И этот глаз, принявшийся с небес, мы слышали». И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. Слово «пророческое» означает сверхъестественно сказанное слово на известном языке. «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему или слушаете его, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой». Оно к вашим услугам 24 часа в сутки. Но послушайте, что он сказал. «Это записанное Слово Божье. Эти слова Бога, обращенные к вам, их нельзя разрешить самому собою». И это слово вернее или достовернее слышимого голоса Божьего. «Может быть, вы уже слышали, слышим мы голос Божий, но даже сами этого не знали». Да, однажды Бог проговорил к Иисусу, но люди, бывшие там и слышавшие это, подумали, что это был гром, а другие сказали, «По-моему, это ангел что-то сказал». Это было овеяно некоторой неуверенностью и неопределенностью, не так ли? А остальные даже ничего не слышали. Уча народ, Иисус сказал, «Кто имеет уши слышит, да слышит». Понятно, что у всех находящихся там были эти уши. Тогда о чем же Он говорил? Иисус сказал в 8 главе Евангелия Теана, «Я говорю только то, чему научил Меня Отец Мой, и всегда делаю только то, что Ему угодно». А в другом месте Он сказал, «Я иду только туда, куда Он мне говорит». «Я делаю только то, что сначала вижу, как делает Он». И когда Иисус это говорил, некоторые иудеи уверовали в Него, и Он сказал уверовавшим в Него иудеям, «Прибывайте в Моем Слове». И перед этим Он только что сказал, что Он говорит только то, что говорит Ему Отец. И вы сразу же думаете о том, что Бог обращается к Нему слышимым голосом, говоря Ему какие-то вещи. Но почему? Вернитесь назад и изучите Его служение, и вы увидите, что Он все получил из записанного Слова Божьего. Он пришел в синагогу, открыл книгу Исаии, где было написано, «Ду Господень на мне, ибо Он помазал меня, благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем». Аминь. И так далее. И, дочитав это место Писания до конца, сказал, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Да, конечно, Он слышал Бога. Конечно, Бог говорил к нему. Конечно, Бог работал с ним. Но не каким-то странным образом, вроде какой-то вспышки молнии с небес. Нет, Он говорил к нему в Его Духе Духом Святым. Точно так же, как Он говорит вам в вашем Духе Духом Святым. «У вас есть все, что было у Него. В вашем распоряжении есть каждое слово, которое было у Него, плюс Новый Завет». Аминь. Разница лишь в том, что Он провел во всем этом гораздо больше времени, чем мы с вами. В 12 лет Он знал больше, чем знаем сейчас мы с вами. Аминь. Понимаете? Когда вы принимаете Божье записанное слово, как Божий голос, обращенный к вам, и начинаете размышлять над этим словом, над этим вернейшим словом, этим вернейшим обетованием, Библия говорит, что Он дал нам все. Давайте откроем сейчас первое послание Петра. Я вам не процитирую это, а прочитаю. Аллилуйя. Да, скажу вам, здесь столько всего хорошего. Слава Богу. 22 стих. «Послушанием истине, через Духа, очистивши души ваши, к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек». Посмотрите, 25 стих. «Но Слово Господне пребывает в век, а это есть то Слово, которое вам проповедано». Теперь вернемся ко второму стиху первой главы второго послания Петра. «Благодать и мир вам да умножатся в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего, как от божественной силы Его». Послушайте. «Как от божественной силы Его даровано нам все». Откуда же это все взялось? «Без Бога, без Него, без Слова Божьего ничто не начало быть, что начало быть. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас Бога, Слова Божьего, славой и благостью или помазанием, которыми или благодаря чему и через что, то есть через эту божественную силу, дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». Вы вообще осознаете, что вы сейчас держите в своих руках? Это завет крови, Аллилуйя, которую пролил сам Бог. Библия говорит, что поскольку Он не мог покляться никем большим, Он поклялся самим собой, и этот новый завет ратифицировал Ветхий Завет, потому что был заключен в Его крови. То есть это кровная книга. Это кровная клятва. В ней есть Бог. Она все, кем является Бог. Она все, чем является Бог. Бог является всем, чем является Его Слово. И Его Слово может делать то, что может делать Бог. И Он может делать то, что может делать Его Слово. Аллилуйя. И скажу вам еще кое-что. Поскольку Его Слову можно доверять, Его имени можно доверять, Если ваше слово ничего не стоит, то и ваше имя ничего не стоит Вы прочитаете в Слове Божьем о том, что он превознес свое слово даже выше своего имени Боже мой, и вы держите это в своих руках Это божественное естество умоляет вас стать его причастниками Аллилуйя Аминь Но мы все поставили с ног на голову Считая, что величайшими проявлениями духовного мира является то, что можно увидеть своими физическими глазами Услышать своими физическими ушами Что можно почувствовать Мне просто нужно почувствовать помазание Нам нужно почувствовать Бога Нет, не нужно Вам бы понравилось? Если бы каждый раз, когда бы вы заходили в комнату, кто-то бы говорил, давайте его потрогаем Вы бы были от этого не в восторге, правда? Уберите от меня свои руки Да что с вами вообще такое? Я пришел вам что-то сказать Я не хочу слышать, что ты говоришь, я хочу тебя почувствовать Если бы ваша плоть хотя бы раз, хоть чуть-чуть соприкоснулась с Богом Вас бы забросил уже в следующий месяц Да Бог проявлял себя в этой плотской сфере Потому что именно в ней мы с вами и жили Слава Богу за его милость, благость и доброту Даже рискуя тем, что это может отбросить нашу веру назад Он все же проявлял себя в этом естественном мире Чтобы помочь нам Имеющим плотское, мелочное мышление Что-то сделать Боже мой Но он сказал мыслить по-плоцки Это смерть Аминь Это низшая форма духовного проявления А не высшая Высшая Это когда кто-то говорит Я верю Богу Я принял решение Что Его Слово является словами Бога Обращенными ко мне Если Он говорит что-то в Своем Слове Значит, так оно и есть Аминь И с этого момента Я читаю Его Слово Я размышляю над Его Словом Я молюсь Его Словом Я говорю Его Слово И во имя Иисуса Христа из Назарета Что касается меня Если это Слово так говорит, значит так оно и есть И вы начинаете таким образом размышлять над этим Словом Вы начинаете именно так подходить к этому Слову И оно превращается из просто записанного Слова Логос По-гречески оно звучит как Логос Логос То есть Слово, записанное на бумаге Например, телефон и справочник это Логос В нем нет никакой жизни Это просто слова, записанные на бумаге Но когда вы берете этот Логос И начинаете размышлять над ним И принимаете решение Я верю Я верю в это Я верю, что ранами Его я исцелился Моя плоть говорит мне нет Все вокруг меня говорят мне нет Но я в данном случае никого не спрашиваю Я обратился к Его Слову И каждый раз, когда я обращаюсь к Нему Оно говорит Ранами Его вы исцелились Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни Иисус сказал Когда увидите Слово Божье глазами И услышите Слово Божье ушами И уразумеете Слово Божье сердцем И обратитесь Я исцелю вас И вы знаете, что Он, говоря это Цитировал Исаия Вы можете услышать это от Исаия Вы можете услышать это от Иисуса То есть Иисус двух свидетелей Видите, в чем тут суть? Видите? Когда вы приняли такое решение И утвердились в этом Внутри вас поднялась вера Потому что именно это Она и делает Ваша система была сотворена Богом Следующим образом Вы являетесь Духом У вас есть Душа И вы живете в физическом теле И вы никак не можете изменить то Как вы были сотворены Что-то в том Как вы были сотворены Может давать сбои Из-за того, что вы, скажем Не используете часть своего тела Или не заботитесь о части своего тела Или не используете свой разум Свою волю и свои эмоции Не заботитесь о своей душе Которая состоит из вашего разума Вашей воли и ваших эмоций Или позволяете своему духу бездействовать Понимаете? Но вы не можете изменить того Как это было сотворено Именно поэтому, когда вы сталкиваетесь С непредвиденной ситуацией Вы замечали, какие глупости вы говорите Когда что-то такое происходит Я имею в виду, что вот Все было хорошо И тут вдруг вас переворачивают С ног на голову И все летит кувырком И вы говорите Какую-то невероятную глупость Которую теперь вам Даже не хочется повторять Почему люди так делают? Иисус объясняет вам почему От избытка вашего духа Будут говорить ваши уста Просто так уж была сотворена Ваша система Точно так же Как и ваша машина Которая была сотворена Или разработана таким образом Чтобы передачи переключались В зависимости от оборотов двигателя И они переключаются С первой передачи на вторую Со второй на третью передачу С третьей на четвертую передачу В зависимости от того Сколько там передач То есть они последовательно Переключаются с одной на другую Потому что так уж она устроена И с автоматической коробкой передач Вы не сможете перескочить С первой на четвертую У вас этого не получится Почему? Так уж она устроена Понимаете? Поэтому Бог устроил Или сотворил таким образом Что ваша душа А именно ваш интеллект И та область В которой вы принимаете решение Где находится ваша программа И Бог рисковал Позволив человеку быть существом Которое само себя программирует И вместо того Чтобы программироваться Богом Человек программирует себя сам Бог позволил человеку Программировать самого себя И теперь он может Запрограммировать себя на то Чтобы ненавидеть Бога Точно так же Как и на то Чтобы любить Бога Итак, вы сотворены Богом Как дух Душа И тело И сила находится В вашем духе Ваша душа это знает Вы спросите Откуда мы это знаем? Это можно сравнить с термосом Нальете в него холодное? Будет холодное Нальете горячее? Будет горячее Великолепно, правда? Так или иначе Когда приходит беда Страх Или возникает любая другая опасность Что-то Доводит Вашу душу До предела того Чему она научена Мир это понял Именно поэтому Особенно что касается пилотов Скажу вам Уже давно известно Что хороший пилот Может всегда Или почти всегда Нет Хороший пилот Всегда Может справиться По крайней мере С одной аварийной ситуацией Но если вы начнете Усложнять задание Добавляя к первой Аварийной ситуации Вторую То более 85% Пилотов С ними не справятся Их подготовка На это не рассчитана Если вы добавите Еще и третью Аварийную ситуацию То у вас останется Меньше половины Из оставшихся 15% А если добавите Четвертую То с этим заданием Справится не более 3% пилотов Итак Как же можно повысить Уровень своей подготовки Вы повышаете ее уровень Обычными тренировками И благодарение Богу За то что сейчас У нас есть тренажеры И все остальное Но по мере все большего И большего усложнения Ситуации Душа дойдет До своего предела Когда человек Уже не будет знать Что дальше делать Его душа Просто автоматически Отключится И отойдет в сторону И вперед На передний план Выйдет духовный человек Потому что именно В нем и находится сила Но если вы наполнены Одним футболом То там не будет Никакой силы Если вы наполнены Хитросплетенными баснями То из вашего духа Не выйдет никакой силы Оттуда выйдет Только какая-нибудь Идиотская глупость Вроде Что будет Что будет Мы все умрем Ваш дух не знает Что ему говорить Но если вы наполнены Словом Божьим Если вы размышляли Над ним Если вы наполняетесь Этим словом Стоите на этом слове Живете верой Ходите верой Правильно запрограммированы И обучены То когда происходит Это отключение Когда ваша душа Исчерпывает все Чему она научена И обучена И уже не знает Что делать дальше Тогда она просто Отходит в сторону Уступая место Вашему духу И из него Начинает вылетать Все эти цитаты Из Библии Во имя Господа Иисуса Христа От Назарета Я беру власть Над этой ситуацией Когда Джона Нашему сыну Было лет 15 Или 16 Один ковбой Который был чемпионом мира По популярному у нас виду Ковбойских состязаний Дал ему как-то раз Покататься на своей лошади И вот он разогревает Эту лошадь Неспеша едет на ней верхом И Джон Хороший наездник Он научился ездить Еще будучи маленьким мальчиком И вот он едет На лошади этого чемпиона И тут кто-то на парковке Начал сигналить И спугнул эту лошадь Скажу вам Эти лошади быстры как молнии Я вам говорю Они очень быстрые И эта лошадь сорвалась с места И понеслась в сторону парковки Вместе с Джоном Когда Джон С силой сжал ее коленями Чтобы удержать ее То для этой лошади Это была команда Скакать быстрее Это вам не пони Эта лошадь предназначена Для особых Ковбойских состязаний Когда вы сжимаете ее коленями То она думает Что настал час проявить себя И она понеслась В сторону парковки Когда Джон дома Рассказывал нам с Глорией Об этом Глория спросила у него А ты взял власть Над этой лошадью? Он ответил Мама У меня не было времени Именно так вам Большинство христиан ответит У меня не было времени В такого рода ситуациях У вас уже нет времени думать Я расскажу вам о человеке Который врезался в бензовоз Произошел взрыв Все оказалось в огне Его машина Бензовоз Но он был человеком Который несколько дней Провел на собраниях вроде этого И в тот вечер Он как раз возвращался С собрания домой И когда произошел взрыв И все оказалось Охваченным огнем Он закричал Во имя Иисуса Это вырвалось Не из его разума Его разум не имел К этому никакого отношения Его воля не имела К этому никакого отношения Он еще несколько дней назад Уже принял эти решения Вы понимаете? Несколько дней назад Размышление на Словом Божьем Уже все это решило И он сказал Следующее, что я помню Я не знаю Что в этом промежутке произошло Но в момент аварии Я закричал Во имя Иисуса И уже в следующий момент Я стоял на обочине дороги И смотрел Как горела моя машина Аллилуйя Кто-то может сказать Бог его спас Не так ли? Да, Бог его спас Но тот человек Воспользовался тем Что было даровано Богом Еще до того Как произошла эта авария Он уже был готов Понимаете? Он был на готове Заметьте Иисус, говоря о нечистом духе Сказал Сей рот изгоняется И не спровергается Молитвой и постом Но тот человек Не отправился Поститься и молиться Он просто схватил Сей рот и изгнал его вон Почему? Почему он не отправился Молиться и поститься? Он уже помолился И попастился Ему не нужно было Идти молиться и поститься Он уже помолился И попастился А те днями бегали кругами В этом-то и вся разница Именно так эта система И была сотворена Богом Он сотворил вас Подобными себе Именно поэтому Его Слово Так прекрасно Сможет в вас Войти Давайте воздадим Господу хвалу Аллилуйя Спасибо тебе за это Господь Итак В послании Якова 1.25 Яков назвал Это живое Слово Божье Совершенным Законом Свободы Совершенным Законом Подумайте об этом Совершенный Закон Это значит Что он работает Каждый раз Когда его приводят В действие Слово работает Каждый раз Когда вы запускаете Составляющие этого Слова В действие Но брат Коплан Для меня оно не сработало Тогда вы просто Какая-то таинственная Личность Наверное Единственный в мире Для кого Слово Божье Не работает Ну Не знаю Понимаете Иисус говорил об этом В 4 главе Евангелия От Марка Говоря о том Что Слово Божье Является живым семенем Он сказал Скорбь и гонение Наступают за Слово И тотчас Приходит Сатана И похищает Посеянное Слово Знаете о чем он здесь В буквальном смысле говорит Он здесь говорит о том Что если вы Не будете защищать Свой Дух Не будете защищать Слово Божье То вы позволите Своей плоти Открыть дверь Для дьявола И позволите Ему украсть Эту часть Эту словесную Часть Бога Эти великие Драгоценные обетования Это божеское естество Это сильное Слово Божье Эту Рэму От Бога Украсть ее Прямо Из вашего Сердца И Иисус сказал Что если вы Соблазнитесь Или обидитесь То дьявол Украдет это слово Помните Когда ученики Иоанна Крестителя Пришли к Иисусу После того Как Иоанна сказал Пойдите и узнаете Тот ли он Или ждать там другого И вот они пошли И спросили его Ты ли Христос Ты ли помазанный Хороший вопрос Иисус ответил Пойдите и скажите Иоанну Послушайте Как он ответил Помните В Исайе 10.27 Говорится И будет тот день Снимется С рамен твоих Бремя его Иермо его С шеи твои Иермо будет уничтожено Помазанием Ермо и рабство Помазание Снимающие бремена Уничтожающие Ермо Сила Божья Он сказал Пойдите и скажите Иоанну Что слепые Прозревают И храмы и ходят Мертвые Воскресают И нищие Благовествуют О чем он здесь говорит Помазан я или нет Помазан я или нет Сами ответьте себе На этот вопрос Пойдите и скажите ему И послушайте Что он еще сказал И блажен Кто не соблазнился Или не обиделся На меня Они слышали О чем он проповедовал И приняли это А откуда Иисус взял То о чем проповедовал Из 61 главы Исаии Аллилуйя Вы это видите Хорошо Давайте сделаем следующий шаг Это живое слово Это совершенный закон свободы Иисус в Евангелии от Луки 1149 Назвал записанное слово Божье Премудростью Божией А Яков назвал его мудростью Сходящей свыше И он сказал Что она Чиста Мирна Скромна Послушлива И нелицемерна Я не лицемерю Когда говорю Что я исцелен Потому что так говорит Слово Божье Когда все видят Что мое тело болит У меня насморк И они говорят Он явно не исцелен Этот лицемер Ходит везде Заявляя Что исцелен Я говорил это Не ради вас Я говорил это Ради себя Когда Бог говорит Что я исцелен Я скорее буду спорить С вами Чем с ним Я не буду спорить с вами Я просто развернусь И уйду Но я не собираюсь Спорить с ним Он сказал Что я исцелен Я называю Несуществующие Как существующие Когда Бог имел Дело с Авраамом В его распоряжении Еще не было Никакого записанного Слова Божьего Он обратился К нему и сказал Так многочисленно Будет семя твое Затем Авраам вернулся К Богу и сказал Видишь Я остаюсь бездетным Видите что он видел Видите о чем он думал Видите на что он смотрел Видишь Я остаюсь бездетным И ты не дал мне потомства Или семени Но его слово и было этим семенем Бог не может сделать свое слово Еще более верным Потому что он не может солгать Бог не может солгать Если бы Бог пришел сейчас сюда И сказал Какой сегодня чудесный понедельник И кто-то мог бы возразить Прошу прощения Господь Но сегодня пятница Уже нет С этого момента Это уже будет понедельник Можете выбросить все свои календари Он не может солгать Его сила Заключается в его слове Аминь Итак Он сказал Аврааму Выйди и посмотри на звезды Столько будет у тебя потомков Выйди и посмотри на эту землю Столько будет у тебя потомков Все это было просто непостижимо его уму И как я вам раньше уже говорил Он не был жив духовно Богу приходилось иметь с Авраамом дело На плотском уровне Поэтому Бог поклялся об этом на крови Для того, чтобы сделать свое обещание Еще более верным и правдивым Но, как говорит Писание в послании к евреям Чтобы дать ему твердую внутреннюю силу Твердое утешение И якорь верный и крепкий для его души Для его воли, разума и эмоций И Писание называет это надеждой Вера же есть осуществление Ожидаемого или того, на что мы надеемся Но вот с чем бы я хотел, чтобы вы это сравнили Видишь, я остаюсь бездетным Видишь, у меня нет семени И христиане, особенно люди, которые ходят в подобной церкви Говорят Да, мы люди Слова Божьего Ранами его вы исцелились О да, брат Коплант, аминь, алилуйя Хотя что-то я себя плохо чувствую Да, я знаю, что это уже приходит Я знаю, что ответ вот-вот придет Нет, он не вот-вот придет Он уже пришел Называйте несуществующее, как существующее Библия в 4 главе послания к римлянам говорит Что когда Бог изменил имя Авраама на Авраам После этого он уже не мог произнести свое имя Не назвав себя при этом отцом многих народов Иисус изменил имя Симона, сына Ионина На имя камень И если в той команде был кто-то не похожий на камень Так это Петр Петр был как сыпучий песок Его все время бросало из стороны в сторону Но зато Он был скор на то Чтобы покаяться И простить Аминь А затем После Пятидесятницы Исполненный Духа Святого Он в своих посланиях уже нигде не писал Симон, сын Ионин По прозвищу Петр Нет, он писал Петр Камень Апостол Господа Иисуса Христа Аминь Что произошло? Он стал камнем Из всех тех людей Аминь Он согласился Со Словом Божьим Видишь, Господь У меня нет урожая Я сеял и сеял и сеял Когда вы слышите себя говорящим обо всем том, что вы сделали Значит, вам пора замолчать О, Боже Я молился Я стоял на Слове Божьем О, Бог Я давал, давал и давал Я страдал и страдал Лучше замолчите Аминь Видишь, я остаюсь без денег Видите, на что вы смотрите? Вы не смотрите на Слово Божие О, да, брат Коплан, да, аллилуйя Сеять и жать Да Сеять и жать Но интересно Почему он до сих пор этого не сделал? Я не знаю почему Понимаете, вы человек с двоящимися мыслями С одной стороны, вы цитируете Слово Божье А с другой Тут же обвиняете Бога в том, что он ничего по этому поводу не сделал Я просто не понимаю, почему он меня не исцеляет Он исцелил всех тех других людей в церкви А как же я? В тот момент, когда вы соглашаетесь всем, что Бог сказал насчет вашего исцеления Именно тогда и начинается процесс исцеления Да, возможно, потребуется несколько дней для того, чтобы это исцеление проявилось в вашем теле Но не убивайте его до того, как оно появится Может показаться, что исцеление приходит почти мгновенно Спустя несколько дней или недель Но на самом деле это не так Этот процесс начался в тот самый момент, когда вы поступили по Слову Божьему Но этот процесс должен выйти на первый план И он должен подняться изнутри, а затем перейти в ваше тело И должны измениться определенные физические клетки Этот процесс может занять много времени И вы спросите, а почему он не сделал этот процесс моментальным? Почему вам самим не спросить его об этом? Аминь Причина, по которой мгновенное исцеление не является таким уж частым делом Заключается в том, что мы до последнего сидим на уровне плоти И к тому времени, когда мы обращаемся к Слову Божьему Наш дух слаб И нам приходится догонять и нагонять А плоть уже намного обогнала дух Ну я не знаю, почему Богу просто меня не исцелить и на этом все закончить Что ж, возможно, именно это и произойдет На этом все и закончится Я даже ездил на собрание Боннихина И он ничего не смог сделать Я ездил к Орелу Робертсу И он ничего не смог сделать Но ни Орел Робертс, ни Боннихин Не утверждают, что они кого-то исцеляют Они такие же, как я и все остальные проповедники Мы выступаем в роли своего рода службы доставки Мы доставляем вам Слово Божье Мы говорим вам, что на этот счет сказал Бог И затем приходит время, когда вы должны сказать Послушайте, так сказал мне Бог Вот Бог через свое слово обращается прямо ко мне Он так сказал, и я верю, что получаю это И я стою сейчас на этом И во имя Иисуса в этот момент В это самое время и в этот самый день Я принимаю свое исцеление И этот день становится точкой После которой уже нет возврата назад И с этого момента я переступаю эту черту Я неоднократно так делал Я просто проводил на полу черту И говорил Во имя Иисуса Я принимаю свое исцеление Сейчас Я не оглядываюсь назад И я отказываюсь Говорить что-либо отличное От того, что говорит Слово Божье И возможно Вы по-прежнему чувствуете боль По-прежнему Налицо все симптомы Но вы просто переступаете ее Говоря Слава Богу Так хорошо быть исцеленным Иисус, я хочу поблагодарить Тебя за то Что Ты исцелил меня 2000 лет назад Когда взял на Себя мою немощь И понес мою болезнь Я хочу поблагодарить Тебя Слава Богу Что я свободен от боли Я хочу поблагодарить Тебя За силу живого Бога Работающую во мне Во имя Иисуса И все это время Вы просто испытываете Сильнейшую боль Как же вы можете это сделать Верой Решимостью и усердием Не возвращайтесь назад Просто продолжайте Двигаться вперед Вы спросите А что если я за это время умру? Хорошо А что если вы действительно умрете? Как вы хотите пройти Через небесные врата? Хотите ли вы пройти Через них так Чтобы вдруг Оказавшись перед ними Вы бы еще не успели Об этом подумать Как из ваших уст Вышли бы те слова Которые вы говорили Когда умирали? Слава Богу Так хорошо быть исцеленным Или Вы бы предпочли Стоять перед этими вратами Говоря Я не знаю Почему он Никогда Меня не исцеляет Я не знаю Почему ты всех исцеляешь И меня нет Тебе что? Нет до меня дела? Есть многое Чего вы уже не будете говорить Когда попадете на небо И некоторым из вас Придется пойти В школу веры Попав туда Вы не побежите В первую же минуту Прямиком Престолу Божьему Если не очистите Свои уста От ненужных слов Вы не вбежите В тронный зал Со словами Да Здесь чертовски хорошо Один из тех ангелов Взывающих Свят, свят, свят Подойдет к вам И скажет Здесь так нельзя В этом месте Так не говорят Вам скажут Ты наверное Перепутал двери Твой класс Находится вон там Выйди в эту дверь И поверни налево Там увидишь Четырехлетних детей Так вот Иди за ними Аллилуйя Если уж умирать То умирать достойно Аминь Аминь Вы знаете Что христиане Рожденные Свыше люди Слова Божьего Должны умирать Молодыми в старости Аминь Аминь Аллилуйя Бог Разработал путь того Как вы Я Или любой другой человек На земле Который захочет Это сделать Может стать Частью небесной И земной Божьей системы Наград И благословений Послушайте Я могу присоединиться К могущественным Благословениям Божьим Прибывающим На Билли Грэме На Орле Робертсе Или на любом Другом Великом Пророке И апостоле Божьем Помогая Им делать То, что Они делают Аминь Бог Нелицеприятен Аллилуйя Вы можете Стать Частью Того Что Мы С Глорией И все Сотрудники Нашей миссии Получаем В качестве Божьих Благословений И Божьей Награды Помогая Нам делать Эту работу Все очень Просто Но как раз Все, что Делает Бог Является Простым Реальным И эффективным Отец Я молюсь За тех Людей Которых Ты призываешь И которым Ты говоришь Сеять В это Служение И во Имя Иисуса Я молюсь Об их Благословениях Я молюсь Об их Небесной Земной Награде За то Что они делают Во имя Иисуса Чтобы помочь нам Делать то Что делаем мы Жертвуя Тебе Господь Иисус Мы принимаем это Во имя Иисуса Аминь Если Господь Ведет вас это делать Молитесь об этом И действительно Верьте Что Бог Ведет вас это делать И если вы Хотите получить Наши книги То напишите нам По адресу Который вы видите На экране И мы вышлем Их вам До встречи А пока помните Что Иисус Господь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok